В Днестровске первый проголосовавший пришел на участок за полчаса до открытия. В городе энергетиков работает наш корреспондент Алена Чернявская. Мы находимся в Днестровске. Это центр города ДК «Энергетик». Напротив памятник Прометею. Знаковое место. Здесь горожане обычно отмечают Новый год и День города. А сегодня сюда приходят, чтобы проголосовать. Очереди, как мы видим, нет. В основном люди просто приходят, спокойно голосуют. Приходят те, кто утром идет на работу. Это, как правило, работники Днестровской ГРЭС и пожилые люди, которые привыкли рано вставать. Мы познакомились с Александрой Тимофеевной. Ей 85 лет. И она одной из первых пришла сегодня на участок. Я дам, пойду голос, чтобы день был свободный. Надо голосовать. Если мы не проголошуем, кто будет голосовать? Все равно порядок надо держать. Этот в 7 часов встал. Пошли в 7 часов. Я говорю, они с 8 работают. За что голосовали? За всех. Кому-то надо работать. Я против них голосовала. При входе всем избирателям раздают маски и перчатки. Работают рециркуляторы. Проходы и выходы огорожены специальной лентой. За тем, чтобы правила соблюдались, следит милиция. Очень хорошо. Нужно их соблюдать? Обязательно. Я всегда соблюдаю. Потому что если мы будем хранить здоровье друг друга, то мы действительно будем здоровы. Пожилым людям предлагают присесть при оформлении бюллетеня. Всего сегодня на этом участке работает 14 членов избирательных комиссий. Два наблюдателя. Они следят за тем, чтобы выборы проходили без нарушений, пока нарушений не зафиксировано. Для тех, кто голосует, впервые приготовили специальные значки и флажки. Вообще явку сегодня ожидают высокую. И Днестровск славится своей активностью на выборах. В 6 часов мы открывали участок и пришла бабулечка уже голосовать. Голосуем мы за депутатов Верховный Совет нашей Пренестровской Молдавской Республики, за депутатов Тираспольского городского совета и за депутатов Днестровского городского совета. Пять округов. Погода комфортная. Ни холодно, ни жарко. Сейчас вот включили музыку, она создается настроением маленького праздника, который всем нам так нужен сейчас. Пик голосования в Днестровске ожидают после 10 утра и ближе к 4 вечера. Тогда потянется к избирательному участку молодежь. На этом избирательном участке проголосовать сегодня смогут более 2000 избирателей. Всего здесь открыто три избирательных участка. Один во второй средней школе. Это недалеко отсюда. Также в Днестровском детско-юношеском центре. Он находится на бульваре энергетиков. Все избирательные участки работают до 8 вечера. Так что проголосовать время еще есть. И сделать это нужно, так как именно ваш голос может стать решающим. Из Днестровска Алена Чернявская и Леонид Мостак. ТСВ.